Вечности, о любви к Богу, о будущих судьбах мира и своей души. Вы можете задать вопросы. А вы верующий? Да, я верующий, православный христианин, проповедник и миссионер. А где же вы? Ну, я слушаю вас. А получается... А во что вы верите? Я верю в триединого Бога, что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес в третий день для нашего оправдания, когда мы каемся, молимся. Я верю, что есть будущая жизнь за гробом. Жизнь не заканчивается до могилы. Главное, это там. И к той жизни мы должны готовиться сейчас. И где мы будем? В раю или в аду? Все решается сегодня. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Ну, от рай существует. Что? Ад и рай существуют. А как же? А иначе как жить-то? То есть... А вы не знали до этого, что рай есть и ад? Ну, я до конца не определился еще. То есть делай, твори, что угодно, блуди, убивай, матерись, и ничего не будет никогда? Возможно. Нельзя так думать. Бог всемилостивый. Бог справедливый. И поэтому он смотрит. И так послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который был распятый на Голгофе за наши грехи. И по благодати, и по любви его мы спасаемся. Иисус Христос пожертвовал Собор ради нас? Да. А ислам и как-то отличается от православной? Ну, иконы что? Иконы – это образы. Ну, в смысле, исламская вера от православной отличается? Ну, отличается, конечно. Я вам показал Библию. В Библию, вот, которая, Слово Божие, верят 2 миллиарда 200 миллионов. И 2 миллиарда верят в эту книгу. Верят, вот что здесь написано. Вы ее тоже не знаете? У вас даже Куран есть? Конечно. Нет, я пока не определился. Вас совсем не интересует, как вы будете умирать и что дальше будет? Ну, вообще, я, как сказать вам честно, я верю в то, что человек перерождается. Но он ничего не помнит после ее смерти. Такое есть? Знаете что? Вы зайдите на наш канал. У меня канал большой. Самый большой в интернете. И вы там найдете ответы на все вопросы. У меня 20 тысяч 430 роликов. Наших только. Как называется канал? Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Да, я нашел. Ладно, тогда я посмотрю. Ну, знаете, это огромный-огромный. Общий просмотр 46 миллионов. Нормально. Ну, с Богом тогда. А если вы задумаете, поразговаривать по скайпу. Скайп есть такой, скайп. Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу выйдете. Я один там. Хорошо. С Богом. Вам да. Верующие. Да. Мы будем разговаривать с вами. Вы можете ни разу не заругаться? Можем. Мы пришли сюда, православные проповедники, возвестить волю Божию, что Иисус Христос умер за грехи людей распятой и воскрес третий день. И ныне Он всех призывает к себе. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28. И по благодати Он может простить любой грех, потому что Он уже умер за наши грехи. Библия нам говорит, что будет дальше в мире, как будет общее воскресение, как будет суд Божий. И люди, верующие в это, они никогда не делают то, что делают неверующие. Неверующих не так и много. Сегодня 8,5%, но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Бога нет, все делай, блуди, матерись, наркомань, что угодно делай, но за все придется отмечать. Я согласен. Вот если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наш канал. У нас самый большой в мировой сети канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 20 430 роликов наших. Мы строим православную деревню, православную, одну на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. А ссылка или что там есть, как найти? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Свет Библии. Библия, от нее свет. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы зарядите. Вы сейчас найдете. Общий просмотр у меня 46 миллионов. «Угу, хорошо». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если пожелаете побеседовать, тогда в скайпе надо зайти. Скайп такая есть система. Ну, как домофон какой-то. И там вы на меня сразу найдете, Игнатий Лапкин. Я один там. «Все хорошо, понял, поищу сейчас». «Вопросы есть какие?» «Ни одного слова лишнего. Мы пришли сюда для вашей пользы. Рассказать о Боге, о душе. Как надо жить для Бога. Чтобы у людей в доме была эта книга. Чтобы считали. Жили по-божески. Потому что грядет катастрофа на весь мир. А вы начинаете, как пир во время чумы. Обкуренное все. Мужики голые валяются. Бабы тут сиськами трясутся. А как должно быть? Как написано в Евангелии. Заповеди Господни. Вы можете пойти в Храм Божий и купить Евангелие. Совсем это недорого. И считать, и жить по нему. Вот мне в 23 года дали эту книгу. И 58 лет я иду этим путем. Я вот вам один вопрос задам. Вы не ответите. А если мы тебе один зададим, ты ответишь? Смотрите, я вам ответил. А вопрос один. Почему вы в рулетке все пьете? Воду, чай, там, компот. Пьете и пьете. Почему? Этого нигде нету больше. А что надо сделать? Нет, я не спрашиваю, что. Я говорю, почему? Пока вы ответьте мне. Почему здесь все пьют. Все время. Разговариваешь, через 3 минуты опять хлюпает и хлюпает. Я вот в 5 университетах вел занятия. По 2 часа у меня были занятия в университете. Не курите только, а то я сейчас уйду я сразу. Ну, не слушайтесь. На нордик уберите. Я вам расскажу о Боге, о вечности, о любви Божией. И если вы скажете, по-другому верите, я вам объясню по этой книге. У вас тоже написано, что грешить нельзя. Понятно? Ну, так стань нормально-то, поговори. У вас написано иметь уважение к старшим. А вы лежите передо мной, а мне 81-й год. Чего прячетесь-то? Не надо это делать. Нехорошо это. Стань, поговорим. Я отвечу на любой ваш вопрос. Нам надо жить дружно, делиться талантами. Вставай, вставай, не пожалеешь. Ну что, изблудился в дребезге мужик совсем. Нехорошо это. Вставай. Это нам что мешает. Теперь я вам рассказал. Мы пришли сюда рассказать о Боге, о вечности, о любви Божией. Что Иисус умер за грехи людей и в третий день воскрес. И можем просить прощения, быть прощенными, жить свято. Да-да-да, я слушаю вас, ага. Рассказывайте, рассказывайте. Так, мы рассказываем о Христе, о спасении, о благодати. Не по делам. Какой бы ты был негрешник, Иисус, Евангелие от Матфея 11, 28, говорит. Придите ко мне, все труждающиеся обременённо, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, иго моё благо и бремя моё лёгко. А можно вопрос? Можно. А скажите, пожалуйста, а Бог вообще существует или нет? Просто вопрос. Если Бог не существует, то кому же люди молятся тогда? Ну, я не знаю. А вы на самом деле его видали? Два миллиарда, 200 миллионов молятся. И вот это тоже два миллиарда неверующих. Да-да, хорошо. Можно вопрос ещё? Да, можно. Ну, вот люди молятся на Богу. Да, вот я как бы не хочу плохого сказать ничего, но что он этот Бог жизни не дал людям, которые ходят молятся? Жизнь. Вы не курите только, мы с курящими не имеем права разговаривать. Бросьте, не курите. А то я сразу уйду. Потому что... Вас же Михаил зовут, да? С самоубийствами мы не разговариваем. Нет, меня зовут Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. А мне кажется, вас Михаил зовут. Нет, это только кажется. 56 лет. Говорят, кому кажется, должен креститься, чтобы не казалось. Чтобы нечистая сила отошла. А, ну да, я тут вижу Игнатий Абрамович, 75 лет. И Игнатий Лапкин. Да, я вас нашёл, кстати. Ладно, давайте раз послушаем дальше. Ещё, знаете, фото зашёл, как будто у вас глаза красные, получается, и Интограмма какая-то. Вы знаете, что? Вы чё? Чё ты занимаетесь? Там кто-то другой у вас человек, не вы это. Там он хохочет. А у вас губы закрытые. Нет, а у вас Интограмма или как он там, на уху написано? Так, всё. И воскрес третий день. И всех зовёт на покаяние. И поэтому я нахожусь здесь уже 7 месяцев. И чё делаешь-то? Проповедую. Отвечаю на вопросы. Здесь много мусульман. А у них другая книга. Я по этой книге отвечаю им. По Библии. Чтобы люди спасли души свои. Потому что жизнь не заканчивается со смертью. Чтобы не ругались, не сквернословили. Абортов не делали, не матерились. А это ты чё, дома, да, находишься? Я нахожусь дома. Единственная квартира такая на всю Россию. Такая? А вот такая. Каким образом она мне досталась? Каким? Очень простым. Только не перебивайте. В 80-е годы советской власти. Мне Бог положил на сердце. Сделать известными книгами. Я насчитал Библию на плёнку. И ещё 49 книг. И нам создал тон-студию. И на ней размножал плёнки. И людям расходилось. И одна из них книг была. Архипелаг Гулаг Солженицына. Брал интервью репрессированных. У меня 4 книги стихов. По 800 страниц каждая книга. В одном стихотворении я Ленина объяснил, кто он такой. Людоед самый преступный. И власть меня отправила. Я прошёл 5 тюрьм и лагерь. Я тоже христианин верующий, отец. А поближе, как к микрофону. Говорю верующий, я тоже. Тоже верующий. Христианин? Христианин? Что говоришь? Христианин? Христианин? Да, да, христианин. Ну, у вас могут быть вопросы. Можете задавать. Можете задавать. Какие у меня вопросы? Нет ответственных вопросов, честно. Ну, я вам скажу. У меня большой видеоканал. Самый большой в интернете. Вы можете зайти на наш видеоканал. Он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». У нас 20 тысяч 430 роликов. И 46 миллионов просмотров. Я обязательно зайду. Зайдите. Всего вам доброго. Всего хорошего. С Богом. У вас в доме такая книга есть? Нет. Да. Это главная книга в мире, которая заменяет целые библиотеки. Здесь ответ на вопросы, как жить, для чего человек родился, что его ждет после смерти. Все сказано. Что Иисус Христос умер за наши грехи распятый и воскрес в третий день. И ныне может дать прощение ради пролитой крови своей, если мы каемся, молимся. После смерти у человека два варианта. Только быть в аду, в огне с дьяволом или с Богом в радости в небесах. Ну, а вы знаете, что вас ожидают после смерти? Что знаете? Вы знаете то, что вас ожидают после смерти? Ну, мы надеемся. Только Бог знает. Но мы стараемся заповеди исполнять. Посты соблюдаем, молимся, творим добро с Богом. А конечный результат только Бог знает. Потому что в жизни были такие, которые потерпели кораблекрушение в вере, потонули в духовном плане. Так. Ну, вы молодец. Все знаете. Я знаю. Я так 58 лет несу это слово. Как не знать? Вот если зайдешь на наш канал, канал называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У меня канал самый большой в интернете. 20 тысяч 430 роликов. Афигеть. И общий просмотр 46 миллионов. Круто. А вы запишите «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Канал в Ютубе. Ага.